Тоже весьма показательная история повторяется. Ведь сегодня эти 50 стран собраны против России. Ясно, что суть политики Запада по отношению к нашей стране всегда заключалась в том, что мы слишком сильны, слишком самостоятельны. И надо что-то с этим делать, желательно развалить. Они хотят проводить, как вы правильно сказали, пример с этой лягушкой, медленно нас истреблять, медленно, медленно, медленно превращать нас в рабов. Чистый план от Гитлера. Вот нас останется здесь 50 миллионов, плюс мигранты, вот на этом пространстве и все. Остальные будут управленцами сидеть в городах, как рабы, они даже не поймут. Они будут платить хорошие деньги, они не будут понимать, что происходит. А сегодня рабы уже, все. Да и любой приказ сегодняшнему управленцу, который получает 1500, да он мать родную из дома вытащит и вышернет на улицу. Это уже я видел. Я даже знаю таких людей, Виктор Иванович. К сожалению, они среди нас бродят, как вампиры. Салевым в свое время, в Турции, по-моему, был разговор с нашим Нарышкиным, он им объяснил, что такое ядерный шантаж. Попробуйте применить ядерный шантаж. Даже если вы попробуете об этом поговорить, там уже будут знать, он сказал, мы все контролируем. Попробуйте, мы разнесем конвенциональным оружием вам весь Черноморский флот. Я не знаю, что от него сейчас осталось, я не хочу ничему сказать, я не знаю просто. А дальше попробуйте. У нас есть те, кто вам устроит, ну, намекнули, как будто бы с Павлом Первым. Произойдет история. Нет тебе ни красных линий, нет тебе какого-то запрета. И это Россия, которая как кокетка вот так вот отворачивается, но все ждет, пока его по спинке погладят и скажут, ну, давай уже, иди сюда, и побегу. Побегут, Виктор Иванович, еще и каравай достанут. Ну, Аслан, я ваши аргументы принимаю, но... Я не то, что вы творите. Я на своем опыте, ну, еще будучи... Да, конечно, он не соизмеримый. Депутатом Государственной Думы четвертого созыва я был членом депутатской... Не депутатская группа была, но входил в состав делегации России в плане взаимодействия Россия-НАТО. Была такая, я не знаю, сейчас она есть или нет, но... Была такая группа, и по очереди мы приезжали друг к другу в гости, и там обсуждали, в том числе в атмосфере без галстука, проблемы, и там говорили достаточно откровенно. Так вот, я был в Брюсселе, в штабе, в главном штабе НАТО, ну, в составе делегации нашей. И перед нами выступали, приступали и председатели НАТО, и руководители НАТО, и было достаточно много, ну, простых военных, скажем, такие же, как я. Тут, то есть, ну, все-таки военные друг друга видят и понимают, и говорят, по сути дела, на одном языке. И вот в один из таких вечеров встречи без галстука в ресторане, там, в Брюсселе, ну, у нас было двое наших было, и трое было, американец, англичанин, и кто-то еще, а уже не помню. И мы вели, ну, за столом, с закуской, извините, с выпивкой, ну, откровенные разговоры, где что будет. И мне эти люди, то есть, вот, три полковника, я полковник, и со мной три полковника, мои вероятные противники, ну, как это называли. И мы уже довели откровенные беседы. И мне они впрямую говорили, да, мы готовы к решлению России при необходимости, потому что вы наш враг, враг исторический. И эта проблема, вот, что делать с Россией, она, ну, уже на протяжении веков существует. И мы, в принципе, ну, как люди военные, мы готовим, в том числе, и планы, ну, операции против России, и по следующим ее расчленениям, и как взять под контроль ваш ядерный потенциал. Это все, ну, у нас лежит в сейфах уже готовая, только открывая сейф, доставая пакеты, там уже все расписано. И поэтому я вот так к этому говорю, что меня насторажило, что если бы шла просто речь о создании антикоалиции антироссийской, ну, это пиарский ход, это чтобы побольше драматизма в свое выступление вложить, но крайне называют цифру 50. Я хочу спросить министра иностранных дел, Сергею Ильичу, ну, хотя бы некоторых, ну, я знаю некоторых, кто в этой антироссийской коалиции, ну, назовите эти, ну, не 50, но хотя бы 5, 6, 10 человек, или 10 государств. Но конкретики не было. Поэтому, понимаете, ну, может быть, я драматизирую ситуацию, но когда в 1989-1990 году я, как депутат, народный депутат СССР, лидер крупнейшей депутатской группы съезда, ходил по кабинетам Горбачева, Ельцина, там министров, уже никто там был, министр иностранных дел наш, и рассказывал о том, что нас впереди ждет развал Советского Союза, все они в один город мне говорили, даже Ельцин говорил, что ну что вы, Екатерин Ильич, ну зачем вы драматизируете ситуацию? Ну, невозможен раскол и распад Советского Союза. Ну, это же все, это вот распугает, что вот распадется, ничего этого не будет, поэтому зря вы вот там чего-то тут ходите, распространяете эти слухи. И вот обжегшись на том негативном опыте, вы знаете, я очень не хотел бы стать свидетелем национальной катастрофы номер два. То есть первое распад Советского Союза я пережил, причем я пережил это не на улице, я пережил это, ну, не хвастаясь, но вот в этих высоких кабинетах. Вот в те дни я бывал и в Кубете Горбачева, и Ельцина, и в Верховном Совете РСФСР, и смотрел в глаза своим коллегам, Народные Главы РСФСР, которые глазки опускали, и ничего сделать для спасения страны не хотели, не собирались. Поэтому, я говорю, я отношусь к этому предупреждению Лаврова достаточно серьезно. Ну, я не думаю, что впереди нас ждет военная агрессия стран НАТО, что все это будет носить мягкий вариант, вот этот котел с кипящей водой, в которой будет находиться лягушка. И мы все сделаем сами, своими руками. То есть, будет договорняк по Украине, и я думаю, что он будет от них не в нашу пользу, что будет создана международная конференция по Украине с участием там 150 стран. Да, и Россия там будет, но она будет в одиночестве, потому что никто ее, ну, кроме Корейской Народной Демократической Республики, не будет поддерживать. И будут нашу делегацию давить. Вот же, 150 государств выступает против агрессора России. Давайте, подписывайте вот эти документы. А документы будут весьма-весьма нехорошие для России. И я не верю, что наша делегация, но я не думаю, что Путин полетит на эти, на эту конференцию. А она вот, как по словам Зеленского, она должна быть в этой осенью. Но тот человек, который будет возглавлять ее, скорее всего, Лавров, что он может, находясь в одиночестве, когда 150 государств выступят против него, ну, может быть, там несколько раз воздержатся от осуждения резкого, но они получат команду, что вы там, куда расскажите, главе российской делегации, что дела у них плохие, что им воевать нечем, что поэтому им лучше идти на компромиссы. А компромиссы могут быть самые-самые неожиданные. Ведь если рассмотреть вопрос стамбульских соглашений, про которые сейчас вновь заговорил Владимир Владимирович, а если взять текст его на опубликованный New York Times, и этот текст, кстати, все и с нашей стороны эксперты, и с той стороны подтвердили, что он, ну, соответственно, в действительности. Ведь там же получается, что Зеленский ни на какие территориальные уступки, в принципе, не готов. А я уже сейчас, наблюдая тем, что происходит в Курской области, предполагаю, ведь неспроста Зеленский заявил, что в Курской области ему территория не нужна, но это хороший козырь против России в ходе переговоров. И да, я так прикидываю, что это будет выглядеть так. Что Украина, одетая в тогу миротворца и государство, которое хочет мира, выступает и говорит, нам не нужен Курск и Курская область. Мы будем, мы выведем свои войска из Курской области, но в ответ Россия должна вывести войска из Донбасса, из Херсона и Запорожья. И что нашей делегации сказать? Нет, нам не нужен Курск, пускай он будет в вашей оккупации, а мы будем бороться, сражаться и так далее. А тут же скажут, ну а с Крымом, ладно, мы не будем сейчас требовать его возвращения, а пока отложим вопрос на 10-15 лет. Причем там нейтральный статус и прочее, прочее, вывод оттуда всех ваших войск российских и флота. А через 10-15 лет мы проведем референдум по международным контролям и определимся, вот что хочет население Крыма. Но это хотя бы первый шаг вот к тому, что нам предстоит пережить, я так предполагаю. А дальше будет какая-то антироссийская резолюция этой конференции, за которую проголосуют большинство стран мира и членов ООН. И на основании этой, вот решения этой конференции, все будет дальше очень просто. Нам скажут, так Калининград должен быть демилитаризован. Все войска и флот вывести, ну флот из Балтийска, а нашу армию вывести. В противном случае мы блокаду устраиваем, воздушную и морскую. А сухопутную уже сейчас Литва практически держит за яблочко. Россию ограничивая сухопутные связи между, ну или Белоруссией с Калининградской области. И что мы можем в этой ситуации сделать? Ничего, но только что сказать, показать Кузькину мать и постучать каблуком, как Никита Сергеевич, хотя он это и делал, по трибуне. И вот таких вот калининградских областей и неудобных очень для нас вещей. Ну, я напомню, что в 1939 году Сталин пошел на военный конфликт в Синлядии, потому что граница государственная проходила в 30 километрах от Ленинграда. И второй центр СССР находился под прицелом финской артиллерии. И Сталин предложил, мы отдадим вам намного больше территории в Карелии, там на севере и так далее. Только отодвиньте от Ленинграда эту границу. А сейчас в Финляндии члены НАТО обращаются к США за помощью в обеспечении безопасности. И там на границе разворачиваются, ну, те же самые хотя бы хаймерсы. Да, да. Или кратые ракеты. И мы ничего не можем уже предъявить ультиматум, что немедленно вы убираете это. Иначе мы сделаем что-то то-то, то-то, то-то. Ну, скажем, как сделал Хрущев, ввозя ракеты на Куба. У нас этого мы уже сделать не можем. Уже все подписаны и договоренности по этому поводу. И поэтому я, ну, пессимист. И настроение у меня плохое, наблюдая тем, что происходит. Потому что я вижу, что, во-первых, отсутствует политическая воля у нашего руководства. Оно не способно стукнуть кулаком по столу и сказать. Но это ведь не просто от того, что оно бессильное. А реально-то наш потенциал, к сожалению, Борик, он не... Не обеспечивает то, что нужно в этой ситуации. И поэтому нас будут давить. И я очень опасаюсь, что это давление, в конце концов, учитывая, что некому защищать, отстаивать интересы России, и за его спиной не стоят мощные вооруженные силы, ну, только ядерное оружие, но это ведь тоже для этого нужна политическая воля и решимость, а это не так просто. То, в общем, у меня, ну, пессимистические настроения вот в этой области. Попри все, мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Подписывайтесь на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар та поширюйте цю информацию.